МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Всё для победы», в которой мы рассказываем о том, как жители Коми поддерживают наших земляков на передовой. Ряды тех, кто помогает фронту, растут в каждом муниципалитете, негласно выявляя лидеров, координаторов, добровольческих организаций, которые по своей инициативе, по зову сердца, ведут за собой народных активистов. Для таких людей сбор и доставка бойцам гуманитарных грузов в какой-то момент стали смыслом жизни. В Усть-Куломском районе большим авторитетом среди волонтеров пользуется многодетная семья Гаджибековых. Администрация из Куломского района – основной пункт сбора гуманитарной помощи. Нашу съёмочную группу встречают супруги Екатерина и Заир Гаджибековы, а также их младший сын – двухлетний Замир. С первых дней проведения специальной военной операции родной брат Екатерины на передовой. И первая поездка Гаджибековых на фронт была к нему и его сослуживцам. Мы привезли, мы их одели, и они прям вот… Бодрость духа у них прям, они были ошарашены тем, что мы с республики Коми 3000 километров привезли и всё это вот выгрузили. И, знаете, тогда помню, мужчина, он не с нашей республики, он был командир танкистов. И он ко мне подошёл, и взрослый мужик, он с таким прям басом, и он прям начал, он заплакал. Он говорит, у меня там тоже есть ребята из Коми, дайте мне что-нибудь. И мы ему дали детские письма, и он просто… Он меня обнял, он заплакал. И после этого, говорю, ну, наверное, надо, всё-таки надо аккумулировать всех, надо помогать, надо собирать. И вот после этого мы каждые полтора месяца ездили, то у нас сейчас десятая машина формируется уже, да, и уже мы работаем конкретно по спискам. Сейчас волонтёры возят только то, что просят бойцы, то, что, безусловно, принесёт им пользу. Екатерина и Заир берут отпуск на работе, договариваются с дедушкой и бабушкой, чтобы те посидели с детьми и в дорогу. Мы знаем, что наши ребята чувствуют нашу защиту, нашу помощь, что они не брошены, что они не одни, что мы им в любом случае поможем, да. То есть, когда мы первый раз поехали, у меня брат не знал, что мы едем. Я ему звоню и говорю, а вы где? Он говорит, а что? Я говорю, а мы приехали. Он говорит, ты что, с ума сошла, что ли? И вот первый раз он меня очень сильно отругал, а второй раз уже, ну вот если приедете, ну вот если можно, привезите там вот то-то, то-то, то-то. Третий раз уже, Кать, ну вот нам надо вот это, это, это. Здесь у нас находятся посылки, привезенные со всего района, отдаленность района, порядка 300 километров, со всех сел, деревень района. Очень сильно все помогает, поддержка людей, она очень нужна вот ребятам нашим. Поэтому стараемся все максимально собрать, всего побольше. Заир показывает, что в посылках продукты, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, инструменты, сухой душ, письма и рисунки детей. Все это супруги передают бойцам из рук в руки. Изготавливают местные жители-буржуйки тоже, для установки их в блиндажи военнослужащих, для согревания в сырую погоду, уже, можно сказать, потому что потеплело, снег расставил, и очень большая сырость там в местах нахождения наших военнослужащих. Для сушки обуви очень сильно помогают, одежда тоже. Магодетная семья занимается волонтерской деятельностью с октября 2022 года. По словам Гаджибяковых, их сразу поддержали власти республики. Мы всегда обращаемся в случае необходимости к главе республики Коми, и в настоящее время даже обратились, никогда нам не отказывали, всегда помогают. Владимиру Викторовичу за это огромное спасибо, и администрации главы тоже большая благодарность. Всегда нам помогают с транспортом, для доставки большого количества груза. Активисты наладили контакты с командованием и военнослужащими, с другими волонтерами республики, объединились с родственниками бойцов. Больше всего на фронте ждут весточек из дома, от близких людей. Мы когда раздаем там позывной, например, там, Тундр, позывной Воркутау, там, и они прям бегут, радуются, потому что это все-таки, это одно, когда это ты от людей приносишь, а другое, когда это ты переносишь от мамы, от мамы, от жены, от сестры. И сегодня в администрации Усть-Куломского района сортируют гуманитарную помощь. Работают слаженно. А это видео снято уже на передовой. Как и многие волонтеры, супруги Екатерины и Заир Гаджибековы верят в нашу скорую победу. Ее ждут все – и бойцы, и те, кто трудятся в тылу. К волонтерской работе подключились предприниматели, пенсионеры, прихожане православных храмов, школьники и воспитанники детских садов, сотрудники предприятия и организаций. Среди активистов немало женщин, чьи мужья и сыновья сейчас на переднем крае. Матери, жены, сестры бойцов заняты общим делом. Они поддерживают друг друга, своих мужчин и всех, кто защищает Отечество, понимая, что без крепкого тыла победа невозможна. Дом культуры села Кожба. Так сейчас выглядит большой актовый зал. За работой серебряные волонтеры, артисты вокальной группы «Кошащиньес». У меня сын, у кого-то муж. В общем, у всех кто-то, да, на СВО. Надо помочь. Как еще мы поможем? Вот так. Такой способ плетения маскировочных сетей – здешняя разработка. Придумал конструкцию местный кочегар по просьбе руководителя Дома культуры. Вот это снаряжение, конечно, придумал Ваня. Я говорю, Ваня, надо как-то место, чтобы немного занять, потому что у нас мероприятия проходят детские, игровые, чтобы не мешало. Вот у него такая идея. Давай угол займем, давай. Женщины дружно взялись за дело. Кто-то плетет, кто-то наполняет парафином блиндажные свечи. Цех по производству таких свечей открыли и в школе поселка Узьяк. Активисты движения первых и волонтерского отряда «Юность» остаются после уроков. Собирают гуманитарную помощь, пишут солдатам письма. Мы поддерживаем их, чтобы у них не было того, что они расстроены, чтобы у них был дух, сильный дух к победе. Рядом со школьниками – наставники. Они уверены, их дело помогает в патриотическом воспитании. Да, желающих у нас много, но мы выходим из положения таким образом, что сегодня одни принимают участие в заготовке, а завтра уже другие. И поэтому получается охватить практически всех желающих, всех обучающихся. Помогают фронту и прихожане храма святых апостолов Петра и Павла в селе Усть-Кулум. Как и во всех церквях России, здесь звучит молитва о даровании победы. В свободное время местные жители собираются в воскресной школе и готовят сухие супы. По вечерам они собираются, именно фасуют эти супы. Вот, все складывают, собирают. Вот ящики как раз стоят уже для отправки. То есть уже собраны. Гуманитарные конвои следуют из республики один за другим. Волонтеры разных регионов большой страны действуют сообща, помогая друг другу. Люди нас встречают в других регионах. Даже бесплатное жилье предоставляют. Покажут дорогу, куда что ехать, где безопаснее и так далее. То есть чувствуется на сегодняшний день эта сплоченность. Дорогие жители Усть-Кулумского района, от имени 61-й бригады морской пехоты Северного флота, я хочу вас поблагодарить за гуманитарную помощь, которую вы предоставили в виде изолент, армировающего скотча, термоклея и холодной сварки. Их пришло в достаточном количестве и очень быстро. Спасибо вам. Нашим бойцам помогает благотворительный фонд «Добрая республика», созданный по распоряжению главы КОМИ. На деньги, которые перечисляют жители и предприятия, фонд приобретает автомобили, оборудование, снаряжение. Для волонтеров покупает необходимые материалы. Например, для пошива антидроновых одеял. За ленточках их еще называют плащами-невидимками. Такой вид экипировки применяется в зоне спецоперации для защиты бойцов от тепловизоров и квадрокоптеров, а также маскировки блиндажей и позиций. Прямо сейчас вы можете отправить деньги в благотворительный фонд «Добрая республика», отсканировав этот QR-код или позвонив по телефону 8212-3532-35. Волонтерские организации республики действуют под лозунгом «Все для победы». Этот призыв обращен каждому из нас. Каждый способен помочь тем, кто сейчас находится на переднем крае. Делом и словом. Каждый может приблизить победу. Одну на всех. Каждый способен помочь тем, кто сейчас находится на переднем крае.